Инициаторами создания карт в первую очередь являются, конечно же, геймдизайнеры, особенно если речь идет о ландшафте и топографии. Они придумывают, какие должны быть укрытия, какие должны быть высоты. Самое трудное — прийти к общему мнению и добиться нужного видения будущей карты. Здесь спор идет в основном между геймдизайнерами и картежниками. Мы смотрим на карту с точки зрения красиво-некрасиво, геймдизайнеры смотрят на нее с точки зрения баланса. Важно понять, чего от нас хотят геймдизайнеры, и в то же время сделать это красиво. Приступая к созданию новой карты, мы отталкиваемся от тех реалий, в которых существовал ее прототип. К примеру, Малиновка — это характерная украинская деревушка с типичными постройками и ландшафтом. А Прохоровка — это локация, где происходило самое крупное танковое сражение. Полностью идентичными историческими оригиналами нашей карты не являются. Главное и основной упор делается на геймплей, а в соблюдении исторического сходства свою роль играет референс. Референс — это наш источник вдохновения. Референс — это не только картинки и исходники, но и разного рода информация, историческая документация, историческая фотография. Для мира танков мы используем движок Big World, дающий определенные преимущества при создании и прорисовке карт. В отличие от предыдущего проекта, все происходит в реальном времени. Здесь мы можем задавать необходимую высоту или глубину поверхности. При этом не нужно ничего корректировать в каком-то дополнительном файле. Прорисовка объектов, как и создание карты, делится на несколько этапов. Объекты продумываются арт-директором и скетчером, затем подбирается референс. Нужен ли нам предполагаемый объект, как он будет смотреться на карте, сколько он будет весить и так далее. После этого создается низкополигональная модель, экспортируется в игру. Дальше она проверяется с точки зрения геймплея, как она выглядит на ландшафте. Если все в порядке, то модель идет в разработку, где усложняется геометрия и прорисовывается более детальная текстура. Иногда осуществляются оправки на уровне текстур. Это делается для того, чтобы гармонизировать картинку, подружить текстуры объектов между собой, чтобы картинка выглядела гармонично. Иначе, если все делать поодиночке, потом резко выставить все на карту, картинка может стать ужасной. Все будет разваливаться и выглядеть разношерстно. При разработке карт частенько возникает курьез. К примеру, в процессе создания ландшафта очень часто меняется карта высот. И объекты не привязываются к ее поверхности. Это привело к тому, что в Химмельсдорфинг, в котором мы сейчас активно работаем, однажды обнаружились огромные подземные залежи танков и боеприпасов, как будто кто-то готовится к активному военному наступлению. Но иногда бывают случаи неверного масштабирования. Скажем, какое-нибудь дерево остается в программе, где нет возможности поставить объект для соразмерности. На выходе получается настолько большое дерево невероятного масштаба, которое может занимать чуть ли не половину карты. Очень интересной картой будет Химмельсдорф. Это карта с множеством красивых домов и атмосферой, характерной для небольшого немецкого города. Возможно, игроку такое городское окружение покажется более интересным и играбельным, чем пальба в чистом поле. И даже в незаконченном варианте Химмельсдорф смотрится отлично. Наибольшее удовольствие доставляет разработка городских карт, к примеру, Химмельсдорф, потому что это наш первый опыт создания урбанистического пейзажа такого уровня. До этого в других проектах мы делали более пейзажные карты. В принципе, мы их уже научились делать, умеем. Такой опыт, он интереснее и с точки зрения разработки, и с точки зрения визуальной. По этой причине я ее выделяю среди остальных карт.